Дорожную карту сирийского регулирования обсуждали в Москве. Для этого из Дамаска приехали представители оппозиции. Россию считают ключевым посредником в решении мирного вопроса. Как говорят в нашем МИДе, только усадив стороны за стол переговоров, можно победить терроризм в сирийском регионе. Дмитрий Малышев продолжит тему. Арабские журналисты называют это «московская площадка». Уже который день тут решается судьба не только Сирии, но и всего Ближневосточного кризиса. Ведь Дамаск — один из ключевых форпостов противостояния с исламским государством. При этом страну раздирает и внутренний политический конфликт. «Московская площадка» дает шанс на решение обеих проблем. Министр иностранных дел России встречал представителя оппозиционного асадо-движения, созданного курдами. Прежде всего, хотелось бы с благодарностью отметить, что мы приехали к господину Лаврову как к одному из символов современной мировой дипломатии. Нам нужно как можно скорее добиться решения проблем внутри нашей страны. И вы, как я понимаю, один из давних и главных сторонников политического диалога. Национальный координационный совет Сирии — самый умеренный противник президента Асада. Его члены не поддерживают силового свержения власти, но о смене правительства мечтают. Для этого нужно сначала объединить широкую оппозицию, которую в российском МИДе справедливо называют «спектром». Партии немало. Накануне с просьбой о содействии Сергею Лаврову звонил Джон Керри. Россия в тесном контакте с нашими партнерами из числа арабских стран Персидского залива, других стран региона, в контакте с американскими коллегами и при поддержке наших европейских партнеров. Стремимся содействовать тому, чтобы такое объединение всех оппозиционных сил как можно скорее состоялось. Чтобы понять, почему так непросто собрать эту пресловутую объединенную сирийскую оппозицию, достаточно было побывать сегодня на другой пресс-конференции. Халид Аль-Ходжа встречался с Сергеем Лавровым еще вчера и до сих пор в Москве. При этом он не счел нужным пообщаться с тем же Хайсамом Анаа, сославшись на то, что тем для бесед нет. Журналисты отметили разные отношения оппозиции к президенту Асаду и поинтересовались, не за давлением ли на него приехал Халид Аль-Ходжа. Я уже не раз говорил, за Асада никто не цепляется, куда важнее сохранить территориальную целостность Сирии, как об этом, к слову, не раз говорили Путин и Медведев. Переговоры на таком уровне, безусловно, приносят и неявные политические дивиденды. А главным из них Халид Аль-Ходжа умалчивать не стал. Перед очередной международной встречей по урегулированию сирийского кризиса важно уж, если не заручиться поддержкой, то выстроить отношения с главными геополитическими фигурантами миротворческого саммита в Женеве. Аль-Ходжа заявил, что когда для этого понадобится очередная встреча, единственным вопросом будет место ее проведения. Ведь сейчас дорог буквально каждый день. Американская деловая ежедневная газета Wall Street Journal вышла с громкой новостью. Боевики исламского государства вчера использовали против курдов ИПРИД, запрещенный боевой отравляющий газ мучительного действия. Авторы статьи не называют свои источники, однако делают резонансное заявление. Газ родом из Сирии и задают вопрос, а не пора ли Обаме готовиться к агрессивным действиям против исламистов в Сирии? Дмитрий Малышев, Первый канал.